Это ересь на ересь. Они ничего не слышат. Ни одно местописание, которое я привожу, он даже его как будто не слышал. Ни на один вопрос не отвечает. Да главное, всё перевёрнуто. Насколько можно, оказывается, жить в перевёрнутом вообще сознании? Всё перевёрнуто до одного. Всё надо выбросить, всё. Ну да, это... Тут разговаривать смысла никакого нету. Это именно правильно вы говорите. Больше никогда не говори с ними. Скажи, если вы никогда не беседовали, не знаете как. Я привёл сразу 11 мест в Писание. Вы должны ответить на каждое Писание писанием, а не то, что в Параоново нашли там зёрнышки. То есть они всякие глупости городят и этому отдают предпочтение. Плотские люди-то. Совершенно бездуховные. Бездушные. Стадукея. Ещё на него тратить Павел никак с ними не мог поладить. Он только сказал, что я верю, а они не верят. Ну и между Парисеей там с ними стали разбираться. Бездушные, как коммунисты, как фашисты. Те тоже не верили в душу. А Никита-то сколько на вас выходил? Выходил, выходил, и всё, мёртвый, никуда. Отошло. Никита-то, Трофимов, узнали его? Да, конечно. А это он рядом? Да? А-а-а. Понятно. Татуировки себе сделал. Как это? Что это? Нормально? Ну ладно, ладно, всё. Спаси Христос. Конечно, вот там, ну не знаю, у меня материалов тонны просто. Можно только часа два или три места в Писании приводить, показывая, как душа в человеке, ну, отдельно есть от человека, по Библии. Но смысла никакого нет. Главное, против того, что у человека душа есть. Это надо додуматься, каким надо быть бестолковым, что всё, хоть что делай, исчез и нету. Как таракан какой. Никогда церковь так не понимала, что у человека души нет. Даже намёка не было. Чаю воскресенье мертвых и жизни будущего века. Аминь. Ну, ну, ещё спрашивают. Вот, всё пошло от женщины. Она как ведьма была. Где-то её камнем ударили по голове. Она, говорит, с этого, как вот Ванга начала, её там подняло, там, какой-то человек. У них встреча с кем-то неизвестным всегда. И она там такое, там, да, есть у них хорошее. Вот эта диета, что они там не едят. Из разных мер они самые долгожители в Америке. Много занимаются спортом. Ну, плотские люди, оно и понятно. Я вот в Барнауле с ними встречался, ходил на собрания. Я знаю, считал их книги. И вижу, что очень неинтересные люди. Вот самые близкие к нам – это баптисты. Всякое слово Божие признают, можно беседовать, говорить. А это нет. Я ему говорю, сошёл в преисподние места. Кто сошёл? Куда? Ничего нет. То есть, преисподняя – это земля, вот на этой земле Христос. Написано, духом сошёл. А они ничего не понимают. Я понял. Тактика такая у сатаны. Он хочет запутать всяким кучам всяким ненужного. То есть, вы ему даёте один стих конкретно. Разберитесь с этим стихом. А он – облаком всевозможных каких-то Египет, фараон. И чтобы человек запутался полностью. Да. Именно так. Писания-то не знают. Я ему сказал, вот в Америке, у которых, ну, разные наименования, но 21 тысяча еретиков оскорбляете. А как вас назвать? Церковью? Церковью. Да как же так? Церкви не было до 1841 года. А где она была тогда? Назовите, в 15-й век, в 16-й, если во все дни до скончания века. А так никто не понимал. Ведь они провозгласили папу-то, это антихрист. И там даты разные подогнали, будто бы пленил его кто когда. Ну, то есть, безумие полное. Но Библию любят. У них Даниила, это там истёртое буквально. Лишённое смысла, разумения, писания. Никакого нету. У меня ходили они, и один из них стал городу отпускать. Ну, может, лет 35 было. Они тут приняли, как какой-то освободился, или двое даже. Ну, они их узнали, домой, видимо, пускали их. И когда они там проводили собрание, они в это время пришли, дом ограбили. Включили газ и утюг под подушку положили, чтобы взорвало всё. Вот это я знаю. И у них закон такой, что он проработал два, допустим, года. Тот, который, ну, самозвание, серетик, называется пресвитер. Чтобы не было близкого знакомства, ставит другого. В этом тоже что-то есть. Можно присмотреться. А вот вы сказали, что с ними разговаривать больше нет смысла, только Бога гневить. Это именно Бога гнить, потому что мы им даём высказать всякие хулы, поэтому, да? Да, конечно. Но он ни на один вопрос-то не отвечает. Вопрос, я говорю, писания. Он спорит-то не со мной, а с Богом. Всё писание богодухновенное. Писали святые божьи человеки, будучи движимым и духом святым. Ну, ответь. И сойдя проповеду духам, каким? И когда в преисподней был, кому? Ну, просто остановись на этом стихе. Он не может. Его надо куда-то ведёт, стучит, гремит. Бабий характер. Угу. Про Топопов-то вам не говорили, да? Пропал куда-то? А почему? Вот, они ещё пять дней назад должны были выехать. Он сказал, что какие-то у него вот там начались, ну, какой-то чё-то друг, чё-то не вышло на него на работу, ну, что-то с работой. И он его подменяет. А сейчас вообще пропал. Михаил мне звонил, который должен с ним был ехать с Петербурга. И говорит, ни на звонки ничего не отвечает, вообще нету никак. Так, Михаил уже думает на самолёте лететь один. А вот этот Мажар, Мажар, там это как, Илья, он арестованный вместе с сестрой Анной. Мы молимся о нём. Да. Не совсем понятно, какую-то взятку кому-то давали, не знаю, что и как. Ну, молимся, как Бог даст. И вот за Владимира Про Топопова тоже. Куда, неизвестно, куда пропал. Когда думали на машине ехать, всё, нету. Сегодня должны были выезжать, опять договорились. Нету, нету его. Я скинул вам сейчас, что мне сейчас только Рустик написал. Он со мной вдребезги распорил. Я говорю, я молюсь, как Богу угодно. А, мне невеста, вам Богу угодно. Ну, я написал как. Я читаю, читаю. А потом покаяние принёс. Простите меня. И сейчас тоже вышел. Три. Три. Ну, ни одна не подходит. А себе цену даёт. Да с тобой никто не уживётся. Даже ангел не уживётся. Да, да. Ну, такие эпитеты предлагает. Вообще, я никогда в жизни так не смотрел на женщину, так не оценивал. Никогда. Как он. Она как поклонилась, как патриарху. Нет, не будет жизни никакой у него, ни с кем. Он остаётся тот же самый. Самое большее это на неделю или на месяц. А я говорю, ты нарвёшься. Начнёшь кулаки распускать, она тебя живо определит, куда надо. А мы ходили клубнику брали. Вот были бы рядом, я бы вас угостил. Дикая клубника, это не то, что в саду дома растёт. Я в прошлом году помню, мы набирали вёдрами. А в этом году было много её? Ну, пожгло всё. Надо искать, где. Дождей не было. Ну, надо найти, где была трава подходящая так. А я пошёл босиком. И когда меня брякнули, звонок-то, мы уже развернулись, а обратным ходом. Я машину остановил и побежал. А дорога-то, травы-то нету, погорела-то. Я иду как по сковородке. Ноги, прямо кажется, кожа отстаёт. Я забегу маленько там, где что-то посажено там. Остужу ноги. Бегом-бегом-бегом, чтобы успеть-то за полчаса. Всё понятно. Ну, чё, всё, ладно. Ну, ладно. Летний принимай, не надо время тратить. Всё, нет, я не буду, конечно. Всё видно, что ничего тут не поговоришь, ни о чём. Полезно ничего нету. Как у вас там идёт работа? Останется нам? Останется. Дело в том, что мы заготовили, сколько нам нужно жердей, сколько свай. В субботу уже закончили всё шкурить. А я в последний день уже не мог выйти на работу. Одной рукой, она, длинная жерсть, переворачивается, и у меня рука уже ложку не держит. Вот так вот. Ну, и они закончили. Вот этот приехал Константин из этого, ну, где-то там он, Красноярский. А сколько человек у вас сейчас в рабочей команде? Ну, сколько. Я, если считать за работника, Володя, два. Раньше приехал Николай Кузьмин, три. Сергей Цыганов, четыре. И вот этот приехал, который был тестов-то, уехал домой. Там, где-то под Москвой он живёт, по-садски. И большие такие ребята. Тот был метр девяносто два, а вот этот пришёл метр девяносто шесть. И кланяется хорошо, и мальчишка у него такой, ну, прямо это, толковый. С тем никак не сладится, прямо никак. А этот скажет, и ягодки берёт, и делает, что надо Максимом звать. Может, Михайлюк опять приедет со своим Максимом. Так-то у нас всё, слава Богу. Как раз у нас... Ну, вот со мной приедет Александр Борцов, потом приедет Олег Бушила, Александр Шацкий, ну, моя жена, я и Галина Деянова одна там, с Чебоксар, она разговаривала, женщина. А там кто-то ещё собирался? Ну, вот Тимофей собирался, но, видите, родители... Тимофея... Так и непонятно. Кто-то, я считаю, кто-то что-то им сказал, информацию другую, а другого-то нету, ничего. Кто-то заочно поссорил? Ну, да. Если они такие пакости говорят открыто, то, если знать, что не скажут, такие, как Дуди, нам разницы никакой нету. Веры-то нету. Да. А вчера Георгий ездил, разговаривал, он вам писал? Да. Ну, и что у него? Ну, ещё, говорит, три часа мы поговорили, хорошая, говорит, беседа была, ничего не нападал, ничего, говорит. И в итоге сошлись на том, что ту женщину, которая на него жаловалась, её надо утишить. Ну, то есть, что она, ну, что-то не понимает, в общем. И даже он у него спросил, говорит, а вы, с чем вы не согласны в нашей деятельности? И вот тот ему сказал про крещение, говорит, и про бороду. И тот говорит, ну, у меня, говорит, жена, говорит, бороду, ну, не любит, когда борода такая. А он говорит, что, ну, ничего, ты мужчина, ты должен быть, вот, у меня жена за год, говорит, смирилась. И тот сказал, тогда тоже, говорит, не буду бороду больше трогать. Вот этот священник, которому Дворкин, Новопашин, сказал что-то написать, сказать. Это вот такая беседа была. Дворкин, он абсолютно бессовестный, уже на меня раз пять наезжал. И при том, он понимал, всегда, говорю, я не знал. И опять сюда, потому что он дармоед, он ни за что получает деньги. Его кормят, прикормили, он на любого кинется. Как он на свидетелей Иегова-то кинулся там. Я не знаю, сейчас сняли с них запрет или нет. Ну, что-то там, я знаю, что Европейский суд отменил вот это, не признал незаконным внутри гонения на свете Иеговы. Незаконный. Они хорошие люди, сами по себе работники. Еретики. Но с еретиками-то теократическое государство может там что-то делать. А как может быть мирское? И я слышал, будто бы они дошли даже до Путина. Может быть, да. А мы молились, когда они начинали буйствовать против них. Я сказал, все это беззаконие. Вы работаете с ними. У нас есть люди, которые пришли оттуда. Вот этот он, говорили, сказали после первого-второго вразумления, а Никита уже 22-ое. Ну да, Никита уже 22-ое. Ну и главное, почему у них лицо становится, вот у них, их пресвитеров, лица одинаковые. Вот, допустим, по его лицу можно определить, что это адвентист. Будет баптист зайдет, у него лицо круглое такое, и тоже так глаза. Почему одинаковые лица становятся, понять не могу. Вот адвентистов отличаются лица. Пятидесятники и баптисты. У всех трех разные лица. Но отличаются от всех остальных. Ну, так. Вот прям все как под одно становятся. Ну, ничего поговорили. Тут виноват, как будто бы эфир не тянуло. А я считаю, это от Бога. Чтоб мы не тратили зря время. Ну да. Ну, тогда иногда просто говоришь только ради того, чтоб потом ролик вышел и послушали кто-то. Ну, они более хулы несут. Ну, мы все объяснили им. Они не хотят. Если бы он думал, да, и он еретик. А мы церковь, наша церковь. Ну, с какого времени церковь-то? Когда началась церковь называться-то? Со дня, когда основали? Ну, от вас, которая... Матина еще, забыл сказать, Матина еще приедет же с Александром, с Андреем Санниковым. И с Виталием Калейниковым должны приехать. Где-то четвертого, где-то числа. Мне казалось, кто-то готовится там еще. А этот сильно все время просился-то Абрам-то. Его я не знаю. Абрам, вы говорите, что он под моим контролем, но он может приехать только после 15 июля, а я как раз уезжаю в это время. Я ему говорю, никак. Ты подменись. Там машину что-то повреждил. Ну, сам подумай, как. Дальше-то я с вами еще тут буду делать. А тут-то все вместе было бы. Ему полезно было бы. Ну, подменись как-нибудь, и все. Ему или мне? Ему, ему. А, ну, можно сказать. Можно сказать. Но не тогда со мной и уедет, да? Я ему сказал это уже. Я говорю, ну ты послушай, найди его возможность. Когда еще не надо, делайте, находите. Мне нужно, чтобы вы были здесь вместе. И мы тут будем... Ну да, да, да. Я вам поддержу, я все, что скажете, я так и буду делать. Да, да. Жалко, что этого Тимофея-то не будет. Мы так намерились. Очень жалко. Очень жалко. Вот одно время они начали сомневаться, я поговорил, и они переубедились, сказали, да, это, говорит, ну, это неправильно мы подумали. А вот потом опять оставляешь, но немножко, опять сатана украдывает. Ну да, ничего не имеют сказать против-то, еще и нету. Да, а мы же Будворкина приглашали в прошлом году, и он благодарность написал, что благодарю, но времени нету. И предложил, даже, говорит, мы можем сектоведческие привезти эти курсы сектоведения приехать. За деньги, похоже. Ну, мы приглашали, мы всем открыты, всех приглашаем. Ну да. И даже Георгия Максимова, по-моему, приглашали. Да они не поедут. Он поедет за рубеж с Александра, это, Александрийской церковью, и цапать все будет, которые там пять человек перешли, говорит. Им это не надо, понимаешь, нет. Он все время должен где-то что-то, кого-то. А сам-то коснись дальше-то, ничего и нету. Почему они все вместе взятые, ни одной общины не создали? Вопрос. Откуда они взяли, что миссионерские отделы? Их никогда не было. Ни во времена Златоуста, никогда. И все, Господь, кого избирал, по 2-12, по 2-70, по 2. Что они, слепые или что? Кирилл и Мефодий двое. Моисея и Арон двое. Игнат Тихонович, я вот думал, почему из миссионерских отделов самые такие лютые, самые дерзкие. И как будто вообще лишенные, ну, какого-то, лишенные чего-то духовного. Я подумал, может быть и потому, что их учат с детства, с самого раннего, хулить Духа Святого. Ведь они все время говорят, старообрядцы не церковь, безблагодатные, РПЦЗ безблагодатные, католики безблагодатные. А это близко хули на Духу Святого. И за это они такие и есть. А по-моему, они уже не близко, а уже перешли эту грань. Потому что вот человека как-то можно вразумить, сказать, показать, он начинает растужать. Здесь ничего нету. Он сразу набирает команду, чтобы вместе броситься, кому-то повыше пожаловаться. Я наблюдаю за ними, это богохульство. Он ничего не сделал. Покажи веру твою и сделал. Он ничего показать-то не может. Почему, когда что-то скажешь, ну, вот в этой обстановке мы делаем, вот бываем, встречаемся. Пусть они хотя бы вот эту молитвенную такую и создадут группу. Нету? Я думаю, такой группы во всем мире нету. Ну, так столько люди знают и Писание, и каноны, и жития святых. Так, меня зовут, я отхожу сейчас. Все хорошо, сейчас будет собрание у нас, если что. С Богом, да. Ну, давайте собрание, я включу тогда.